Добрый вечер! В студии Дина Руснак с основным обзором событий этого непростого понедельника. Вначале коротко о главных темах выпуска. Береженного Бог бережет! Очень была удивлена, очень приятно, что беспокоится о нашем здоровье. В Молдове введен желтый код опасности в связи с распространением коронавируса. Повышенные меры безопасности в соответствии с рекомендациями ВОЗ предписаны всем государственным службам. Унесенные ветром. Менее чем за сутки шквалистый ветер сорвал сотни крыш, вырвал с корнем десятки деревьев и оставил населенные пункты без электричества. Не вышли и ладно. Идеально. У меня маршрут по центру проходит. Идеально. Забастовка столичных маршрутчиков доставила удовольствие водителям. Выручку троллейбусному парку и повод разорвать контракты на пассажироперевозки руководству города. Желтый код в связи с риском распространения коронавируса объявлен в Молдове. После данных о ситуации в Италии, где сотни зараженных и много наших соотечественников, все ответственные службы нашей страны переходят на повышенные меры профилактики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. О всеобщей мобилизации объявила в ходе чрезвычайного заседания в правительстве глава Минздрава. Продолжение следует... Глава НАТС Агентства общественного здоровья утверждает, что страна готова к любой ситуации, подготовлена и лечебница, в которой будут принимать больных. На границе установлены специальные фильтры, сотрудники таможенной и пограничной полиции будут облачены в специальную защитную экипировку. Пересекающим границу гражданам, особенно приехавшим из районов, в которых есть зараженные, придется проходить медосмотр при малейшем подозрении – изоляция. Глава НАТС Агентства общественного здоровья утверждает, с помощью мануста, мастера и дезинфекционного здоровья. Достаточно дотоватся к клиентам, термометрии, термометрии, термометрии для проверки температуры. Производится термоскан, но до конца дня, премьер Иоанн Кику обратился напрямую к гражданам. Просит быть внимательнее и не отмахиваться от рекомендаций, как местных властей, так и властей тех стран, в которых они находятся. Продолжение следует... По данным Минздрава, «желтый код» означает усиление мер по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. В целом, эпидемиологическая ситуация в стране под контролем. Усиленные меры безопасности в связи с распространением коронавируса предпринимают и в Кишиневском аэропорту. Там уже установлены два тепловизора. Приборы выявляют людей с повышенной температурой. Процедуру провели... На проверке проходит каждый, кто прилетает в нашу страну. Так теперь проверяют каждого пассажира, который прилетел в нашу страну. Сначала всех на термосканере, в зале прибытия, затем лично каждого на пункте пропуска. Процедура проверки пассажиров длится не более минуты. Человек на несколько секунд останавливается перед отметкой на полу, после чего тепловизор в считанные мгновения определяет температуру тела. Те, у кого она 37 и выше, отправляются для дополнительной проверки. Пассажиры к этому относятся с пониманием. Терпеть будем. Ну что делать? Сказали пройти проверку, значит будем проходить. Додеваться. Тепловизор показал, что у Татьяны Кузьмич повышена температура. Хотя и незначительно. Сама она ее не чувствует. Уверена, что проблема в другом. Ее попросили пройти в отдельную комнату. На более тщательный осмотр. Там мужчина меряет температуру. У меня температуры нет. Но у меня повышенное давление, потому что я с похорон еду. И я поняла это еще в самолете и приняла таблетку. Но еще, видимо, она не подействовала. Таких, как Татьяна, со вчерашнего дня было около 200. Но повышенная температура объяснялась более прозаически. Чаще всего – ОРВИ. Кстати, большинство пассажиров к дополнительным проверкам отнеслись положительно. Ведь речь идет о собственном здоровье. Очень была удивлена. Очень приятно, что беспокоится о нашем здоровье. Даже в Санкт-Петербурге я прилетала несколько недель тому назад, и этого не было. Во многих аэропортах виды на теплое? Нет. В Санкт-Петербурге не видели. Сегодня в Кишиневе приземлился и самолет из Венеции. В связи с недавней вспышкой коронавируса в Италии, были приняты дополнительные меры контроля пассажиров, которые прилетают к нам из-за этой страны. Еще на борту самолета всем участникам полета выдали для заполнения индивидуальный эпидемиологический бланк. Здесь больше есть информации, о том, о состоянии их здоровья, пока они вернулись в страну. И так же, они также получают даты о том, что эти фиши являются в Агенции национальной для пассажиров. Прибывшие из Италии подтверждают, во многих регионах ситуация становится все беспокойней. В Тревизе пока еще ни одного случая официально не зарегистрирована, но люди немножечко, конечно, насторожились, супермаркеты постепенно опустышают полки. По процедуре, в случае, если работника аэропорта заподозрит, что у пассажира симптомы коронавируса, они вправе изолировать его, после чего сообщить об этом в Национальный центр общественного здоровья и вызвать службу 112 для его транспортировки в инфекционную больницу Тома Чорбы. Там будут проведены экспресс-анализы на основе полученных от немецкой лаборатории тестов. Как с цепи сорвался сегодня ветер, буйствовал на территории всей страны, срывал крыши, валил деревья, обрывал провода, оставляя без света тысячи жилищ. Порывы достигали 80, а то и 90 километров в час. Горячая выдалась пора для спасателей, которые едва успевали на вызовы. Больше всего вызовов получили спасатели из Неспаренского, Сорокского и Колоражского районов, где деревья под мощными порывами ветра обламывались, как спички. В Страшенах даже рухнул каменный забор. Сунгенской пятиэтажки сорвало крышу. Та же беда в лицее села Пеструен Теленежского района и Политехническом колледже в Бельцах. В Дурлештах дерево рухнуло на остановку. К счастью, никто не пострадал. Тут же с одного из зданий сорвало десятки листов шифера и вентиляционную трубу с крыши. Прошелся шквалистый ветер и по столице. Сильные порывы ветра несколько часов лист за листом срывали обшивку со столичного торгового центра. У национального дворца имени Николая Сулак конструкция, на которой обычно вывешивают гигантские афиши, рухнула на припаркованные там машины. Расстроенные автовладельцы признались, оставили своих железных коней именно там, потому что рядом нет деревьев. В 5 минуте, в начале, я попросил автомобиль, м-а телефонат полиция и мне сказали, что автомобиль у меня был авариат. И мне сказали, что этот стенд на Палатуре национал. В национальном дворце действительно пообещали найти средства для возмещения убытков. «Сказать о каких-то моментах технических я не смогу. Мы будем поднимать наши договора, мы будем смотреть, с кем мы работали, кто это делал. Будем в контакте с теми, кто пострадал, для того, чтобы мы могли связаться, или они нам предоставят информацию о своих страховых компаниях, для того, чтобы мы могли скомпенсировать и выйти из ситуации, той, которая должна быть достойна». Сегодня днем мэр Ион Чабан попросил экономических агентов убрать рекламные панно, которые могут упасть и представляют опасность. По его словам, коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий. Не прекращая, работали сегодня и ремонтные бригады поставщиков электроэнергии. По стране из-за обрыва проводов без света остались 66 населенных пунктов в 13 районах страны. Также из-за погодных условий вынуждены были прекратить на некоторое время работу паромный пункт пропуска Маловато, а также КПП Сорока и Касауц. Граждан в этот период перенаправляли на другие пункты перехода границы. Сегодня утром столичные маршрутки устроили забастовку. Объявление о том, что они не будут курсировать до 10 утра, прозвучало еще на прошлой неделе. Тем не менее, на улицах столицы было замечено несколько микроавтобусов, работающих на 101, 103, 171, 174 и 191 маршруте. Если в ряде случаев маршрутки курсировали практически пустыми, то другие едва справлялись с потоком пассажиров. Вышедшие на линии водители микроавтобусов говорят, что их администраторы отказались от забастовки. А вот обычные автовладельцы получили сегодня удовольствие от вождения. Говорят, в городе можно свободно передвигаться. В отсутствие микроавтобусов меньше хаоса. Вот маршрутчики бастуют сегодня с утра. Мы хотим просто спросить, свободнее город без маршрутки? Намного. Намного и проще ездить. Идеально. У меня маршрут по центру проходит. Идеально сегодня. Сегодня маршрутчики бастуют. Как ездится по городу без них? Лучше. Во много раз лучше. Потому что самый беспредел, который есть на дорогах, это от маршрутчика. Проблема с бастующими маршрутчиками попала и в поле зрения премьер-министра Иоанна Кику. Есть очевидно, что максимальные автовладельцы не имеют что-то в Кишиневе. Именно не могут быть влажены. Но когда будут прокураты больше автобусов, больше троллейбусов, то этот тип транспорт уже запрещен от многих будет распространяться в странах. В мнение, максимальные автовладельцы шау, депыши, дежа, ера-лор. Всего в столице насчитывают 43 маршрутных линии. Утром за бастовку организовали 24 из них. Столичная мэрия не намерена реагировать на ультиматум, выдвинутый владельцами маршруток. Действия администраторов этих транспортных компаний Маркишинева Иоан Чебан назвал ничем иным, как шантажом. Градоначальник потребовал расторгнуть контракты с рядом перевозчиков, которые не выполняют свои договорные обязательства. Кроме того, Иоан Чебан также попросил правоохранительные органы проверить их активы, а также процедуру получения лицензии на предоставление услуг пассажироперевозок в столице. Иоан Чебан коетое в том, что мы будем В связи с этими он чабан потребовал расторгнуть контракты с рядом частных компаний и проверить их правоохранительными органами. Продолжение следует... Мэр столицы подчеркнул, что он не допустит повышения тарифов на поездки на микроавтобусе, пока в этой области ничего не изменится. Мэр заверил, что администрация города работает над несколькими проектами по наведению порядка в городском общественном транспорте. Декларка, в презенте, мы в процессе для покупки 100 автобусы для осигурации транспортного пасажера, так и в городе, как и в связи с субурбии. Мэр столицы, также готовы обсудить с частными транспортными компаниями, готовы ли они пойти на условия мерии. Мы, мы, в связи с тем, что мы будем работать с транспортными транспортными транспорами. Но мы не будем работать на акции в отрезке и интересах цитатенилов которые используют транспортный пасажер. Отметим, что сегодня администраторы 24 маршрутных такси провели забастовку в первой половине дня. Они требуют повысить тариф с 3 до 6 леев. Служить отчизне 28 лет в строю. Гордость, что внук в армии служит. В день рождения мотопехотные бригады «Дачи» около 100 новобранцев принесли присягу, а сотни горожан получили великолепное представление. О слезах матерей, гордых за сыновей и надеждах военных, готовых служить родине в любой ситуации, в нашем выпуске через несколько минут. А теперь, как и обещали, вернемся к другому исследованию компании МАС. Компания поинтересовалась также мнением граждан относительно деятельности нынешнего правительства, которому в пятницу исполнилось 100 дней. А заодно людей попросили сравнить Кабмина Кику и Санду. Оказалось, основная часть респондентов уверена, что действующий исполнительный орган намного больше внимания уделяет нуждам и проблемам жителей страны, чем предыдущий. 37% граждан Молдовы считают, что правительство Кику работает эффективно и больше внимания уделяет решению проблем простых людей, чем Кабмин Санду, которому досталось 28% голосов. 36% опрошенных выразили уверенность, что Кабмин Кику намного ближе к людям, нежели кабинет его предшественницы, лидера ПДС Майи Санду. Больше трети опрошенных не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос. В то же время людей спросили о том, какая коалиция, им кажется, будет самой приемлемой для Молдовы. Большинство, а именно 35%, посчитали, что социалисты и демократы смогут сделать много хорошего для страны. Более скептично отнеслись опрошенные к Союзу ПДС, ППДП и ДПМ – всего 9%. Еще меньше респондентов считают удачной идеей коалицию между ПСРМ, ПДС и ППДП – 7%. Менее четверти опрошенных считают, что парламенту нужна реконфигурация, и досрочные выборы решили бы этот вопрос. А вот если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство мандатов предсказуемо достались бы социалистам, как и в ранее проведенных опросах. За них высказалось большинство опрошенных. Причем число граждан, которые симпатизируют социалистам, растет. Сейчас ПСРМ набрала бы 42,1%. ПДС взяла бы меньше, чем в декабре – 27,9%. ДПМ – 9,3%. Хотя еще в ноябре они получили бы 13%. За партию ШОР намерены отдать свой голос – 6%. В декабре их было 5%. Коммунисты набрали бы 5,4% сегодня, на 6% пункта меньше, чем два месяца назад. Опрос был проведен в период с 7 по 19 февраля среди 1109 респондентов. Погрешность составляет 3%. Заказчик опроса – пиар-агентство «Паблик-медиа». Председатель парламента Зинаида Гречаный совершает официальный визит в Армению по приглашению председателя национального собрания Арарата Мирзаяна. Спикер уже провела несколько встреч с официальными лицами, с которыми обсудила двусторонние отношения наших стран. Председатель парламента встретилась со своим армянским коллегой Араратом Мирзаяном. Молдавский спикер подчеркнула, что отношения между Молдовой и Арменией имеют большой потенциал развития в интересах жителей двух стран. В свою очередь, Арарат Мирзаян отметил, что отношения между нашими народами выстраивались веками, и Армения заинтересована в их дальнейшем развитии во всех сферах – политической, гуманитарной, торгово-экономической и других. Председатель национального собрания Армении также выразил готовность поделиться опытом страны в отношении интеграционных процессов. Также Зинаида Гречаный встретила с его святейшеством католикосом всех армян Горигином II, а также посетила музей и резиденцию патриарха. В рамках обсуждений были рассмотрены аспекты социального и культурного сотрудничества между Молдовой и Арменией. Спикер отметила, что армянская диаспора в нашей стране очень сплоченная, активная и бережно сохраняет культуру, традиции и обычаи своего народа и вносит вклад в развитие Молдовы. Патриарх подчеркнул важность расширения хороших отношений между нашими странами, отметив, что парламенты двух государств, высокопоставленные чиновники и церковь могут содействовать развитию партнерства. Зинаида Гречаный встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном в госрезиденции в Ереване. В программу визита также входит встреча спикера с премьер-министром Николом Пашиняном. Делегация нашей страны побывает также у одного из самых крупных экономических агентов Еревана, а также посетит Институт древних рукописей Матена Даран. Нынешний официальный визит председателя парламента в Ереван является первым в истории молдо-армянских межпарламентских отношений. Молдова и Армения установили дипотношения 18 июля 92 года. Собрал лесников на совет. Глава Минсельхоза регионального развития и окружающей среды обсудил с представителями лесничеств срочные меры, которые следует предпринять для борьбы с незаконной вырубкой. Разобраться с этой проблемой потребовал глава государства Игорь Дадон. Первым делом Иоанн Пержу попросил рассказать, что мешает защищать леса. И услышал дефицит лесников и отсутствие общения между учреждениями, ответственными за сохранность природы. 180 кубометров леса были пущены под топор браконьеров последние два месяца. И это только известные, выявленные случаи. Министр потребовал от глав лесничеств еженедельно представлять отчет о том, что творится на вверенной их заботам территории. Глава Молдсильва считает, что пришло время внести поправки в действующее законодательство, которое сильно ограничивает лесников, когда они находят лесорубов-нелегалов. А вот от подчиненных Дмитрий Кожакару, как и министр, потребовал рассказывать обо всех нарушениях. Главы лесничеств сетуют на острую нехватку сотрудников и на полное отсутствие взаимопонимания с местными властями. Глава Молдсильва На днях президент Игорь Дадон призвал немедленно остановить вырубку лесов в стране. Согласно статистике, в прошлом году было выявлено 712 случаев незаконных вырубок и наложены штрафы на 960 с лишним тысяч леев. В тесноте, да не в обиде. Шестеро детей, родители и бабушка с дедушкой ютятся на 18 квадратных метрах, но не теряют оптимизма. О семье, живущей в буквальном смысле слова в тесном контакте, расскажем в нашем выпуске через несколько минут. Пожаловались, что лишаются работы, но отказались от любой поддержки со стороны мэрии. Сегодня протестовали продавцы киосков, которые утверждают, что им не на что содержать свои семьи. Столичная администрация предложила им другие рабочие места и финансовую помощь, поставив одно единственное условие – заполнить социальную анкету. Однако последние отклонили оба варианта. Мэрия Иоанн Чебан подозревает, что этими людьми продолжают manipулировать дельцы стоящие за эвакуированными киосками. В мэрии утверждают, что часть бывших продавцов киосков, пенсионеры или лица с особыми потребностями. Их проинформировали, что они могут воспользоваться социальной помощью. Но продавцы не соглашаются даже на социальные выплаты. Мэрия Иоанн Чебан подозревает, что за отказом этих лиц стоят киосковые дельцы. Он призвал всех оставшихся без рабочего места пригласить в мэрию на дискуссии. Если понадобится, то несколько раз. До сих пор в столице было эвакуировано около 300 незаконно размещенных киосков. Многие из них торговали табачными изделиями вблизи школы медучреждений. По закону, подобные торговые объекты можно устанавливать не ближе 200 метров от социальных учреждений. 28 лет со дня основания отмечает сегодня мотопехотная бригада «Дача». К празднику служивые подготовились и устроили настоящее представление своего мастерства жителям Кагула, в котором дислоцировано подразделение. Именно к празднику приурочили присягу новобранцев. Ряды бригады пополнят 100 ребят, которым уже не терпится попробовать свои силы в роли солдата и овладеть мастерством управления мощной техникой. Д musик готов быть подiksом לה Berпisol! Заткий increase к пряте piorichts! Я не одинаковый эксперт которой правительство не Spectom Crawford! Этот день для меня представляет что-то очень важное. Показатель между мной ими воин administration для крепеж Nina Победа, в которой я их стою в каждой ситуации. Это ущ mapa, потому что я получι меня уже о жизни, и уже я чувствую мастера, во время привычки, какие-то bereitы сердца, Родители новобранцев не скрывали волнения. Поздравить военнослужащих приехал глава Минобороны Виктор Гайчук. Он отметил профессионализм, ответственность и преданность профессии всех, кто служит в бригаде. Следовать этим ценностям Виктор Гайчук призвал и новобранцев. Кагульская моторизированная бригада Dacia была основана 24 февраля 1992 года декретом президента. В 2018 ей была присуждена государственная награда. Сегодня началась неделя Масленицы. Праздник границы между зимой и весной и период мясоеда перед Великим постом. Масленичная неделя закончится прощенным воскресеньем. В этот день принято каяться, извиняться за свои проступки и прощать других. Пасхальный пост – один из самых строгих у православных. Он начнется 2 марта и продлится 49 дней. А Пасху в этом году будут праздновать 19 апреля. Весна в Молдове традиционно начинается с международного музыкального фестиваля «Марцишор». В его рамках пройдут 53 музыкальных спектаклей, из которых около 30 в разных районах нашей страны. К нам приедут артисты из семи стран, самая отдаленная из которых – Аргентина. Фестиваль завершится 10 марта. Фестиваль завершится готов. Субтитры делал DimaTorzok В этом году фестиваль обещает прийтись по нраву публики с самым изысканным вкусом. Любители камерной музыки ждут в органном зале. Там, ко второму марта, готовят исключительный концерт. Субтитры делал DimaTorzok Концерт симфонической музыки состоится 2 марта в Национальной филармонии Сергея Лункевича. Еще 11 подобных выступлений пройдут в районах страны, в том числе в пенитенциарии. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Качественная музыка прозвучит и в Национальном дворце Николая Сулака. Субтитры делал DimaTorzok Также в этом году состоится несколько юбилейных концертов самых известных художественных коллективов страны. Так, в рамках фестиваля состоится выступление популярного танцевального ансамбля «Жок», который недавно отметил 50 лет со дня своего основания. Артисты коллектива отправятся в турне по стране, а откроют его 1 марта грандиозным концертом на сцене Национального театра Василия Александри в Бельцах. Субтитры делал DimaTorzok Стоимость билетов варьируется от 200 до 2000 леев. Бюджет фестиваля в этом году составляет около 2 миллионов 700 тысяч леев. В среднем на семью в Молдове приходится один ребенок. Порой с ним одним непросто. Ему нужно дать образование, обеспечить медицинской помощью и всем необходимым для жизни. А вот семья Харбузи с Инджирой трудностей не боится. Родительское тепло дарит сразу шестерым детям. Все свои и все горячо любимые. А еще заботятся о престарелых родителях. И все бы ничего. Но живут все 10 человек всего на 18 квадратных метрах. Такова площадь их дома. Маленькая Андрея, братья Штефан и Мариус, 7-летняя Маделина и самые старшие, Михаэла и Максим, в прямом смысле слова, близки друг к другу. Бок о бок вместе с родителями, бабушкой и дедушкой, они живут в двухкомнатном доме. Ну, как живут? Ютятся. Соседнюю комнату сын делит с бабушкой и дедушкой. Пенсионерам нужен постоянный уход. Забота о них и детях лежит на Наталье. Женщина с мужем стали жить у ее родителей 15 лет назад. Сначала планировали на время, пока на ноги не станут. Но появился один ребенок, затем второй. И планы о карьере, и с ним и мечта о доме ушли в забытье. Отец семейства Михай Харбус работает на стройке, но не потому, что это проще всего, а потому, что руки золотые. На них же и держится вся семья. Кусок хлеба отец семейства приносит и всегда старается выгадать лишнюю копейку, чтобы детство у его ребят было хоть немного, но сладким. Все шестеро знатные сладкоежки. Конфеты любят все, но на них желания не заканчиваются. У этих детей они, казалось бы, самые простые. И все с пометкой «собственная». Мыться-то есть где. На этой печке греют воду, а розовая ванночка для всех членов семьи ставят рядом, прямо посреди комнаты. Там обычно и моются. 14-летняя Михаэла к такому привыкла, но с годами девочке-подростку все тяжелее дается принимать действительность. Ее братья тоже надеются на лучшее. Треть комнаты занимают кровати, а вот уроки ребята делают по очереди. Пока одни пишут, другие ждут, чтобы освободилось место за столом. Затем идут обедать в эту комнату. Она же коридор, кухня и место стирки. Супруги в голос твердят, что если бы был выбор, они снова прожили бы такую жизнь и снова бы стали многодетной семьей, пусть и на 18 квадратных метрах. Детей много не бывает, уверена Наталья. Михаэль с женой согласен, как бы ни было трудно, бедность не порог, а без детей жизни нет. И если семья дружная, будет жить в тесноте, да не в обиде. Ведь главное, чтобы любви хватило, да здоровы все были. Остальное, говорит, заработаем. На этом все со свежими новостями. Ждем вас завтра в 12, 15, 18, 21 час. Тогда и увидимся. Хорошего вечера в компании с Первой Молдове. Всего доброго.